Международный турнир по легкоатлетическим метаниям, посвященный памяти заслуженного тренера СССР Евгения Шукевича, стартовал 29 апреля сразу на двух площадках – территории спорткомплекса Брестки и Грибном канале. Участники соревновались в трех возрастных категориях. 33-й международный турнир памяти заслуженного тренера Советского Союза Евгения Михайловича Шукевича, ветерана Великой Отечественной войны, тренера двух олимпийских чемпионов. И эти традиции мы чтим на Брещене, поскольку он наш, и лично мой тренер, и тренер многих наших выступающих здесь спортсменов. Турнир входит в европейский календарь соревнований, имеет статус лицензионного, а это значит, что здесь можно завоевать право на участие в Олимпийских играх в Токио. И вот уже первые отличные результаты в метании молота среди юношей и девушек 2004-2005 года рождения. Я уже приезжаю сюда больше трех лет, выступаю, это удачные соревнования. Погода сегодня хорошая, сектор тоже очень удобный, металась тоже хорошо. Ну, показала хорошие метры, не скажу, что плохие, довольна выступлением. А в это время в разных секторах спорткомплекса Брески полным ходом шли соревнования по метанию копья и диска, а также толканию ядра среди сильнейших спортсменов 2004-2006 года рождения. Всего же в турнире приняли участие 260 человек из различных регионов нашей республики, а также спортсмены из Грузии. Выставляю с дюшера номер два, город Гомель. Толкаю, метаю диск. Планирую отобраться по результатам на республику. Соперники, как везде, надо их побеждать, но я с собой доволен. Это открытие сезона в метальском плане. Этот турнир международный является официальным признанным ИАФ и для подтверждения, выполнения нормативы лицензии Олимпийской игры, также выполнения нормативы по юношам, юниорам на чемпионат Европы и чемпионат мира. А также один из отборочных стартов, подавитель стартов к Кубку Европы, который в этом году состоится 8-9 числа в Хорватии в городе Сплит. У каждого участника своя цель на данных соревнованиях. Однако традиционно турнир памяти Шукевича является фундаментом и основой для будущих стартов и побед в лёгкой атлетике. Приятно отметить, что уже первый день принёс золотые медали нашим землякам. Так, в толкании ядра лучшими стали Юлия Ильянтюк и Дмитрий Карпук из Брестской области.